Приветствую вас Татьяна. Довольно короткие вопросы у нас здесь. Вопрос связан с тревогой, вот, в связи с актуальными событиями на 25 февраля 22 года, вот, человек описывает своё состояние как тревожно, при том явных, как бы, оснований по мнению человека нет для тревоги, потому что, ну, как бы, телевизор человек не смотрит, вот, родственников нет, вот, и, соответственно, сложно понять, как бы, что волнует, кроме финансовой ситуации и роста цен. Вот. Значит, ну, смотрите, здесь, наверное, одним из таких, как мне кажется, ключевых моментов является то, что в целом испытывать переживания, так скажем, по данному вопросу вполне нормально, потому что это страх. А страх, в принципе, он является биологической функцией нашего организма, вот, испытывать тревогу, это нормально. Я думаю, что самое лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации, это просто отдаться в тревогу. То есть, просто, вот, знаете, как, вот, что называется, выйти, да, на улицу и закричать, или просто смотреть на себя вверх, и сказать, и сказать, боже мой, я тревожусь, боже мой, мне плохо, боже мой, а я, там, грубо говоря, ну, переживаю из-за этого, да, вот. То есть, мне кажется, это, в данном случае, самое лучшее, что вы можете сделать для себя в этой ситуации. То есть, проживать свои чувства. Вот. Далее, далее. Есть, конечно, такой, как мне кажется, довольно важный аспект. Вот. Сделан он, в первую очередь, тем, как мне кажется, это поспект, что если ваша жизнь, ну, в принципе, в общем, в целом, вот, ну, не особенно, а, так скажем, богата, богата, на происшествия, да, ну, условно говоря, то есть, если, ну, если ваша жизнь, она, вот, не сказать, чтобы в ней много, ну, событий, вот, то в таком случае, в случае, если вашей жизни немного, немного событий, то для вас это повод, ну, для вас это является поводом для того, чтобы попроживать, попереживать, свои чувства. И пусть вас это не отмечает, но дело в том, что по вашему, ну, по вашему тексту, да, мне вот, например, показалось, что вы живете такой достаточно размеренной жизни, вот, а я ни в коем случае не хочу сказать, что вот, что-то это плохое, вот, а ни в коем случае не хочу сказать, что вы, ну, как бы, вы должны жить по-другому. А, просто хочу сказать, что вот, ну, в целом, в целом, если ваша жизнь, а, бедна, и скудна на эмоции, то сложившаяся ситуация, она вызывает тревогу еще и поэтому, потому что достаточно легко здесь объясняется, позволяется испытывать тревогу по какому-то другому поводу, а сама ситуация это в принципе, что называется просто предлог, вот, вот это просто предлог, вот, поэтому я думаю, что если, если на вашу жизнь, Обама, ситуация, влияние оказывает, бовстяточная, серьезная, то есть если вы очень сильно чувствуете влияние на себя, то скорее всего, как бы, есть какие-то еще факторы, которые мотивируют вас к тревогу, скажем так, и соответственно обостряют ваше текущее состояние. Естественно, сейчас, на данный момент, это всего лишь мои предположения, я наверняка не знаю, не могу знать, вот, это только моя гипотеза, сейчас, вот, но я думаю, что, скажем, это вот, ну, как-то, недалеко от истины, в этом смысле, А вот, потому что, ну, вы бы испытывали тревогу. Так или нечем, это нормально, абсолютно. Но вряд ли бы вы обращались, в таком случае, к психологу. То есть, ну, вам бы, скорее всего, вот, ну, не захотелось бы. То есть, именно вот такой мысли вам бы, скорее всего, не пришло. На мой взгляд, по крайней мере, гоу. Что вы можете сделать в этом смысле? Что вы можете сделать в этом смысле? Ну, как вы можете попить? Что вы можете сделать в этом смысле? Ну, во-первых, во-первых, чтобы я порекомендовал это. Это, пожалуй, первое. Если у вас есть в окружении человек, так сказать, адекватный человек, которому, ну, которому вы можете доверять. Вот. Человек, который, ну, может, скажем так, вас вытушит, выслушит, вот, который может вас понять, поддержать, не осуждать, а просто побыть, побыть, побыть с вами рядом. Если такой человек у вас есть, то я бы рекомендовал как раз такому человеку обратиться и поделиться. Своими переживаниями, ну, своими поделиться. Вот. Это очень, очень хорошо. Сказалось бы на вас, вот, вам бы дало это возможность немножечко вот снять, так скажем. Напряжение, да, просить чувства и посмотреть на то, собственно, что же я чувствую, да, и чего меня волнует. Особенно если вы позволите человеку дать вам обратную связь. Ну, ну, так скажем, в ответ на пуш, что вы, ну, вырвите его. Что касается, что касается психолога, то абсолютно любой специалист, так скажем, работает с... проблематикой тревожностью. Вот. Абсолютно любой специалист работает с проблематикой тревожностью. Абсолютно любой специалист может вам помочь. Вот. Ну, понятно, что ситуация здесь не будет ограничиваться только тем, что вы описываете, да, а ситуация будет... раскрываться глубже и, ну, детально. Потому что, вполне возможно и, скорее всего, речь идет о чем-то здесь. Я бы охарактеризовал ваше состояние, вот в какой-то степени, ни в коем случае не хочу, чтобы вы подумали, что мною как-то это обесценивается, да, ни в коем случае не хочу, чтобы вы так подумали, чтобы вы так решили, но... А вот аналогия такая, надо о чем-то тревожиться, да, вот, надо о чем-то тревожиться. А вот тревожиться не о чем, и я тревожился, когда есть предлог. То есть, я понимаю, что, ну, я понимаю прекрасно, что ситуация, она, ну, действительно, такая неприятная, я это прекрасно понимаю, но я просто в то же время постараюсь, что если вы, как вот, говорите, да, не смотрите это. Если вы там телевизор, вот, у вас нет родственников и так далее, то, скорее всего, ну, скорее всего, речь идет про что-то такое более, ну, более, скажем так, ну, фоновое, да. Что-то такое, вот, что вам может быть, ну, обычно недоступно. При этом, как бы, абсолютно не означает, что, например, ваше беспокойство по поводу роста цен, да, по поводу финансовой, скажем так, составляющей. Ну, не обоснованно. То есть, это может быть вполне обоснованно, вот. Просто здесь уже вопрос того, на что вы можете, так скажем, повлиять, да. В этом смысле, да, повлиять вы не можете абсолютно ни на что. Но беспокоиться по поводу возможного ухудшения финансового положения нормально. И вот какую здесь, на мой взгляд, ошибку вы совершаете, такую вот, я бы сказал, ну, когнитивную, да, так сказать, ну, когнитивно-поведенческую ошибку. Вы вместо того, чтобы подумать о том, как конкретно я могу в этой ситуации, допустим, себя повести. Да, то есть, что я могу в этой ситуации сделать. То есть, ну, например, вы можете, как-то, грубо говоря, оптимизировать свою работу, да. Как-то, как-то вот, ну, начать себя, как-то, ну, обезопасивать, да, стремиться к тому, чтобы себя обезопасить. Но вместо этого вы пытаетесь вот в этом, ну, в этом, так скажем, смысле торговаться. Да, понятно, что это исключительно, исключительно такая вот аллегорическая форма, но тем не менее. Вы начинаете торговаться с внешним миром, как бы, значит, чтобы он обеспечил вам, ну, какой-то, какую-то гарантию дал вам. В общем. Вот. То есть, это, ну, по сути, получается такое вот переключение внимания. Ну, и, как бы, это, в целом, лишено смысла, потому что, ну, мир и события в нём никак не реагируют. А, вот, и, вы чувствуете свою беспомощность. Вот. Потому что, ну, в общем, в целом, на то, что вы, ну, транслируете. А, вот, и, вы чувствуете свою беспомощность. Вот. Потому что не можете, не можете, как-то, вот, контролировать, ну, контролировать это. Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вы не можете её контролировать, но вы пытаетесь. А, вот, внимание, там, допустим, себе, к примеру, уделить внимание себе. Ну, было бы, вот, гораздо, ну, гораздо честнее, ну, вот, гораздо гуманнее по отношению к вам. Вот. Ну, и, и, совершенно точно, вот, ну, гораздо более продуктивно. Вот. Для этого нужно задать вопрос, да, что я могу, что я могу, вот, сама, что я сама могу и что я сама делаю. Потому что, ну, вот, в принципе, не всегда человек адекватно смотрит на то, что он может сам. И, то, что он, ну, как-то, вот, то, что он фактически делает. Вот. Из-за этого вы не включаетесь в деятельность, из-за этого вы не реагируете, естественным образом, на ситуацию. Из-за этого вы как бы, как бы замираете, как бы замираете, повторюсь. То есть, это не фактическое такое замирание, но это замирание как бы. То есть, вы как бы, как бы замираете, ну, вот, и энергия остается, по большому счету, в туне. То есть, она у вас прощает, энергия. Вот. А подсознание, подсознание, вам об этом, как бы, напоминает, видите, как раз, вот, тревога. Вот. То есть, тревога, это такой, ну, по сути, сигнал, сигнал к тому, что вы, вот, ну, грубо говоря, пропускаете что-то. Вот. Подсознание. Это сигнал о том, о том, о том, что вы, вы что-то, ну, как бы, упускаете что-то. Вот. К, эм, к сожалению, к сожалению. Вот. Поэтому я бы, я, я бы вам, конечно, ну, на такие бы вещи постарался бы обратить, обратить внимание. Сначала. Вот. Именно все, да, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Вот. А, понятно, что, могут быть, эм, какие-то моменты еще, еще. Вот. То есть, это, ну, это очевидно. Потому что, ну, вероятно, что, я сейчас как-то угабал, скажем так. А, совсем, эм, очень, эм, сестер, эм, состоянием, вероятно, что это равно 0, 0. Я не настолько самоуверен, я думаю, что факторов еще есть довольно много, но просто сейчас мы об этих факторах не знаем. Ну, к сожалению, мы сейчас об этих факторах не знаем. Тут как бы нужно уже более детально и более досконально смотреть на то, как в целом вы справляетесь с какими-то вызовами. Да, тут надо смотреть на сколько вы реализованы, насколько вы счастливы, насколько вы живы. Вот. То есть, ну, именно насколько вы наполнены как бы своей жизнью. Вот. Много сейчас факторов влияет, но в целом, опять же, как бы, ситуация вполне себе очевидная, да, вполне себе, ну, понятная в этом смысле, то есть, как бы, совершенно нормально и логично. Переживать. Вот. Ну, на мой, на мой скромный взгляд, совершенно нормально испытывать чувства. Вот. Вот. Неприятно. Вы сделаны не только в чувствах, сколько именно вот в том, как вы их проживаете. Вот. Эти самые чувства. Вот. Потому что, если вы одна, то априори вам, конечно, сразу, ну, нелегко априори. То есть, это априори уже такая позиция, что вам, ну, что вам тяжело, как бы. Ну, вот. А если вы, как бы, выбрали бы с кем, тогда могли бы обсудить, поговорить, высказать свои опросения, то, я думаю, не так бы это чувствовалось. Вот. Вот какой-то такой получился ответ у меня достаточно такой пространный. Вот. 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 Не хотелось как-то отвечать вам, эм, эм, ну, обнаслуженно, да, не хотелось как-то отвечать вам, эм, коротко. Вот. Хотелось ответить, ну, так, чтобы вы, эм, ну, как-то вот, эм, максимально да, эм, прочувствовали этот момент. Может быть, даже, вот, эм, слушая мой голос, да, и, эм, вот, что называется, как бы, понимая, эм, понимая, что вы не одна, да, понимая, что, ну, это нормально, что все люди, эм, эм, сейчас, вот, кого, эм, ну, более-менее, эм, эта тема запрагивает, да, запрагивает эта тема, эта тема многих, эм, вот, по равным совершенно, эм, причинам, вот. Так вот, так вот, эм, все люди, эм, так или иначе, испытывают, эм, какие-то чувства, эм, вот. И вряд ли все эти чувства, эм, ну, обязательно, эм, позитивны. Ну, вот, то есть, вот здесь совершенно точно вы не одиноки. Эм, просто, вопрос остается открытым, да, это вопрос, это вопрос, эм, того, эм, как мне кажется. Эм, как у вас развит опыт, эм, именно, обращение с, эм, с тем, чем вы сталкиваетесь, со своим опытом. Эм, так, конечно, эм, не помешает вам, эм, поговорить, эм, с психологом, да, пообщаться, вот. Рассказать о том, что вас, может быть, волнует, эм, привозит, беспокоит, вот. Ну, вот, мне кажется, что он, было бы только это на пульт, вам. Вот, потому что, ну, мало ли, по какой причине вы, эээ, вот, не желаете, допустим, никому рассказывать о том, что, вот, вас привозит. Ну, для себя способы, эм, релаксации, способы, способы, эээ, способы релаксации. Я, я, я бы, вот, поисследовал, эм, именно такие. Вот. Это, вот, то, что, эм, серьезно, серьезно может, эм, повлиять, на ваше текущее состояние. Сolo. А, зам, самое гло... самое главное-это не делать ошибку, которую делают, э, многие люди. Ошибка заключается в том, чтобы, чтобы люди начинают бороться. Люди начинают бороться с своими чувствами, пытаются их избежать, переключаются на злость, переключаются на какие-то объяснения, на споры, на конфликты. Часто бывает такое, вот это во всего, конечно, лучший эффект, то есть как бы, ну, пользы, пользы от этого никакой, да, вот, а чувства своими не выращаются. Поэтому хочется вам, конечно, сказать, что вы большая молодец, вот, что обратились за помощью. Большая, вы молодец, что начали об этом говорить. Кстати, а было ли вам, вот, легко, было ли вам легко, ну, написать, вот, ну, мам, то есть легко ли вам, ну, писалось, вот, сообщение, вот, это такой, ну, важный, достаточный момент, вот, потому что если легко писалось, то это обман. Ситуация, да, один, так скажем, ну, один аспект. Если, если писалось тяжело, да, то есть если вы, ну, как-то чувствовали какое-то сопротивление, сопротивление, вот, то это немножко дороже. То есть тут, тут нужно вот смотреть. Вот, ну, что ж, давайте будем, наверное, заканчивать, да, вот, я надеюсь, что вам это было полезно и интересно, надеюсь, вам было полезно и интересно, то, что, то, что я рассказал, вот, надеюсь, что, ну, какую-то, вот, пищу для размышлений вы получили, надеюсь, что немножко сейчас поруспокоились, поруспокоитесь, вот, я вот не рекомендую, конечно, переключаться, да, ну, тут конкретно, потому что, ну, на мой взгляд, вот, переключение, это больше про избегание, как раз, вот, я не рекомендовал бы больше, ну, вот, прибивать в тревоге, вот, столько, сколько, вот, хочется, столько, сколько, вот, ну, того требует ваша психика, да, ваши чувства, ваши ощущения, вот, не рекомендовал бы я, как-то, вот, убегать из этого состояния, вот, потому что редко, когда, вот, ну, получается, что-то, что-то хорошее, если мы убегаем, больше всего. А-а-а... Большое внимание, а-а-а, пожалуйста, по возможности, а-а-а, уделите обратной, а-а-а, связи, а-а-а, по ему, отъ wanna! это позволит вам сформулировать какие-то свои мысли, то есть можете прямо сформулировать в тексте свои высказывания, свои мысли, свои чувства, причем совершенно не стесняйтесь в выражениях, да, то есть если было слушать скучно, то ничего страшного, так, в принципе, и пишите, да, что было скучно, что там, ну, что я, ага, там, влилось, например, или, там, чувствовало раздражение, или, вот, что угодно, вот, то есть просто вот все, как вам откликается, да, вот, как откликается, то, что вы слышите меня, вот, все это и, ну, все это и высказывает, вот, ничего, в данном случае утаивать, ничего, фильтровать не нужно. Удачи вам, всего самого доброго, спасибо за ваш вопрос, вот, надеюсь, он, ваш вопрос и ответ поможет вам и другим людям. Удачи! Спасибо за просмотр! Удачи! Продолжение следует...